Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Ольга Николаевна Даранова, руководитель Ульяновской региональной писательской организации «Союза писателей России», ученый-секретарь областной научной библиотеки Дворца книги, заслуженный работник культуры Ульяновской области. Ольга Даранова прочтет вам свои стихи и расскажет о нашей Ульяновской писательской организации. Итак, слово нашему гостю Ольге Дарановой. Добрый день, дорогие друзья! В студии Ольга Даранова я очень рада, что я сегодня с вами. Сегодня мне хотелось бы начать нашу встречу с минуты памяти. Совсем недавно ушел от нас замечательный поэт, вот именно замечательный, беспрекрас, говорю это слово, Анатолий Михайлович Шутый. Его не стало 10 ноября, и было ему всего лишь 54 года. Поэт, член Союза писателей России, член нашего писательского союза, доктор наук, физико-математических наук, ученый, талантливый ученый, талантливый человек, поэт, лауреат премии имени Журе Салферова. Человек с нелегкой судьбой. И сейчас, когда читаешь стихи человека, который ушел от нас, читаешь их словно бы заново, и понимаешь многое, о чем было его творчество. А было в нем главное, на мой взгляд, то, что вот эта непрерывность всего сущего, непрерывность бытия, непрерывность жизни, а все доброе, что дано человеку, оно не проходит бесследно, оно не кончается. Ты пришел в этот мир, и в нем остаешься, может быть, только в другом измерении. Вот это суть и смысл в этом творчество и миропонимание, мироощущение Анатолия Шутова. Это, на мой взгляд. И мне хотелось бы прочесть его стихотворение. Оно написано было еще в 13-м году, но, мне кажется, оно вот именно эту мысль выражает. Счастлив, не пиши со словом «был». Кто не знает счастья, тот узнает, что тепло его не угасает. Счастлив был, сказать почти, что жил. Стук родного сердца тут, со мной. Свет июля, новогодний праздник. Безвозвратно исчезают разве, как следы прошедшую зимой. Холод был, и были ночи в юг. Было, как сейчас мне, одиноко. И казалось далеко-далеко счастье и тепло, и старый друг. Счастье с прошлым не соединить, как любовь не чувствует разлуки. Времени, натянутые луки, тут бессильны. Счастье будет жить. Счастлив, не пиши со словом «был». Не ты слова верил и любил. Ну вот, наверное, мне кажется, это очень ясно подтверждает эту мысль. Благодарность за все то, что тебе дано. Ничто не проходит бесследно. Он был человеком, который помогал нам сам с трудной судьбой и, наверное, с частыми минутами одиночества, может быть, и горечи. И тем не менее, он был светлым, позитивным человеком, который помогал нам всем, писателям, быть радостными, добрыми, дружными и смотреть на этот мир светло. Несколько слов, прежде чем я продолжу о своем творчестве, я скажу о каких-то наших текущих событиях, текущих делах, о жизни писательской организации. Вот недавно был праздник, 4 ноября, День народного единства. Мы встречались, это праздник России, праздник, когда в этот день он действительно очень актуален. Наверное, как никогда со времени его постановления, утверждения этого праздника, 2005 год, указом президента, этот день не ощущался нами так остро, так актуально и так значимо. Вы понимаете прекрасно, почему. Потому что современная ситуация очень сложна, и как никогда мы чувствуем вот это родство, единство и должны к этому стремиться. И история нам показывает пример этого. Сейчас и голос писателя, поэта звучит особенно остро, честно, нефальшиво, больно. Сразу это чувствуется. Мы провели этот вечер виртуально вместе с Центральным нашим Союзом писателей России. Послушали Николая Федоровича Иванова, послушали поэтов, в том числе и поэтов Донбасса, которые читают свои стихи. Наши ульяновские поэты читали свои стихи. И мы дали в этот день старт марафону памяти. Это такая идея, идея проведения патриотического проекта, который проходит уже с этого дня, 4 ноября, и по 9 мая 2023 года. То есть в течение полугода мы как-то живем вот этой темой памяти. Историческая память большой и малой Родины, память о подвиге россиян в разные исторические времена. Это могут быть творческие встречи, презентации книг, стихи, проза, публицистика, выход сборников, какие-то телемосты, видеоролики с чтением стихов. Вот весь этот бесценный материал будет аккумулировать в Дворец книги Ульяновская областная научная библиотека и наш региональный союз писателей. Сейчас уже на главной странице сайта Дворца книги есть баннер, «Марафон памяти», он так и называется, за которым все изложено, все условия для понимания. Мы приглашаем все население, и Ульяновской области, и всех, кто пожелает, в общем-то. Потому что многое можно провести онлайн, что-то будет в ваших каких-то новостях, пост-релизах. И все это можно размещать каждому автору, каждому авторскому коллективу в своих социальных сетях, и в то же время дублировать нам. И вот эта аккумуляция на нашем сайте, на сайте Дворца книги, на YouTube-канале, вот за пометкой, за баннером «Марафон памяти», она тоже будет каким-то нашим вкладом, региональным вкладом в нашу большую общую историю. Так что я приглашаю вас к участию в «Марафоне памяти». А что еще мы проводим? Мы – это общественные организации, организации культуры и образования Ульяновской области, участвуют в декаде отечественной истории в Ульяновской области. То есть все события, связанные с историей, с современным днем, с темой памяти, проходящие в различных аудиториях, они каким-то образом отражаются во внешнем мире, в средствах массовой информации, в том числе и в жизни нашей писательской организации, надеюсь, тоже они отразятся, и в жизни Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки. 12 декабря, безусловно, это традиционное возложение цветов к памятнику Николая Михайловича Крамзину в городском сквере. Это акция, которая у нас тоже священная для нас. Мы вспоминаем в этот день нашего замечательного, выдающегося земляка, патриота своего отечества Николая Михайловича Крамзина. В этом году также проходят традиционные крамзинские чтения в формате круглого стола, онлайн и офлайн. То есть можно прийти к нам во Дворец книги, принять участие в реальном режиме, круглом столе. Можно подключиться на посылке и быть с нами на видеосвязи. Круглый стол начнется в 11 часов. Надеюсь, что к нам присоединятся и гости ученой Москвы, Казани, Пензы, Саратова, Томска, ну и ряда других городов. В этот же день пройдет торжественная церемония, красивая церемония, вручение ежегодной премии в области региональной стереографии «Шапка Мономаха». Ну, вы знаете, прекрасно ульяновцы все знают, это премия уже с 1997 года, журнал «Мономаха» ее учредил. Она очень нравится горожанам, она достойно подчеркивает и еще раз напоминает нам о тех людях, которые вносят свой вклад в изучение истории природы, культуры, родного края. Вручение премии состоится в 15 часов тоже в торжественном зале Дворца книги. Вот, друзья, хотелось бы, чтобы эти события не прошли мимо вас и каким-то образом вы смогли принять в них участие. С удовольствием приглашаю вас. Ну, если позволите, я все-таки немножко перейду к своему творчеству и почитаю стихи. Как ты греешь, равнина осенняя, хоть и лик твой дождями избит. То ли гармошка всплакнула Есенина, то ли ветер в верховьях шалит. Небо дымное, серое, низкое и такое сиротство вокруг. Русь моя, несравненная, близкая, чтобы обнять тебя. Хватит ли рук защитить, обогреть эту пахоту, это золото, охру и медь? Здесь единственным праведным грохотом майский гром может лишь прогреметь. Даже в холоде осени стройная, дорогая моя красота. Ни измором, ни хворью, ни воинами не согнется твоя прямота. Будут сосны стоять, словно матери, провожая своих сыновей. Словно нищий на вымерзлой паперти, сильной, голою правдой своей. Так бы ехать дороженькой долгую, в тишине, что пред зимьем полна. И следить, как над вольной Волгой Богородицей смотрит луна. Ну, вот как-то случилось и такое вот стихотворение, я назвала его сон. Тема родства, ну, наверное, ощущение своих корней, это всегда присутствует. В любом человеке, а в человеке творческом, это точно. Эта тема всегда есть, потому что мы слышим их тайный зов в себе всегда, а не с нами всегда. При лампе с кирпичиком книжным, который и греет, и сжет, По дальним дорогам и ближним мой вечер густее бредет. Куда ты влечешь меня, слово? В какие обрывы земли? В какие колодца былого? Что в них? Отголоски любви. А осень все суши и жестче, и ветер в вершинах суров. Там, где-то в Кендяковской роще, задумчив стоит Гончаров. Его эта вечная метка, оставленный им белый храм, Парит над обрывом беседка к симбирским маня берегам. Там елей могучие кроны, раскат колокольный хранят, И патриархальные звоны над Волгою эхом летят. Страница другая сплетает мне прошлого милую вязь, Знакомым видением мерцает, к постели моей преклонясь. Чье здесь первородное слово? Чья тень проникает в меня? Колышется лодка былого. У берега цепью звеня. Мне эти железные звуки ласкают доверчивый слух, И помнятся дедовые руки на веслах доилистый дух. Воды и кустов зависания, и гул мошкары, и жара, И бабушкин взгляд отрицанье, когда рассердит детвора. Вот мокрое дерево лодки врезается в желтый песок, Картины там чистые и кроткие, деревья, луга да лесок. И даль развивается свитком, и я в этой лодке плыву. Вот скрипнула где-то калитка, я вижу их всех наяву. Они там сидят на крылечке, живые, как юность и сад. Там птицы и узкая речка, и мой неродившийся брат. Их руки лежат на коленях, и дума одна на двоих. И чудное это сиденье, храню я страницу, закрыв. Не выцвесть вам кровные знаки заветных спасительных мест. Там спят старики и собаки, где врос покосившийся крест. И вот хотелось мне еще прочесть два стихотворения подряд. По сути дела я их прочту, может быть, без особых комментариев. Называется «Стихи и полет» первое стихотворение, второе «Покров». В них также звучит тема Родины, тема Родины большой и малой. Там и Симбирск, там и Волга, там и Венец. Там все, что душе было близко, и все, что отзывается в душе. Октябрь последний лист роняет в поклон седому ноябрю. Закат прошила птичья стая, опередившая зарю. Летит с надеждой возвращения в свои нежаркие края. Здесь Родина, как исцеление, неяркая, одна, своя. Не так ли мы тем коридором между началом и Венцом Летим, восторг впитая, впитавши взором, и падаем уже слепцом? Слежу в грачиную мережку по кромке гаснувшего дня, Иду осеннюю тележку, пущу с откоса не храня. Редеют птичьи караваны, чернеет обнаженный лес. Зимы глухие барабаны звучат со стуженных небес. Ноябрь какой ты, снежной лаской, на всякий случай шлешь привет, Чтоб не забыли белой краски, чтоб сквозь сиротство брежжил свет. И эта немощная нега вдруг страстно к жизни позовет, И новорожденного снега случится утренний полет. Ну вот еще стихотворение «Покров». Написалось оно в октябре. Ну как-то вот эти стихи рождались, наверное, Рождались практически очень быстро друг за другом. Может быть, виной тому осень. Осень – поэтическое время. Не случайно отмечено это поэтом, Что осень – время очень плодотворное. Моя пора. Октябрь мерцает. Опалом пестрых гулких дней. В лесу тропинка все видней, А позолото угасает. Пламандским бархатом свисая, Листва укрыла спуск венца. За волжским далем нет конца. И так прекрасна жизнь земная. Все чувства сдержаны. И счастье в груди теснится со слезой. Мне этой влажной порой Приятно и само ненастье. Защита нам земля и небо. И все, что в этом мире сущно, Пусть сбережется в дне грядущем, Пусть светом будет, будет хлебом. Каштан сорит созревшим плодом, Рябина слаще и красней. Дни кратки, ночи все длинней, И мы готовимся к исходу. Осенних дней, ноябрь встречая, И Божья Матерь омофором Над волжским благостным простором, Добро сокроет, берегая. Благодарны мы журналу Симбирской, Вообще, издательскому дому Ульянская правда, За этот замечательный журнал, Который мы регулярно получаем, Любим, в котором мы живем Под одной общей крышей, Одной общей обложкой. И вот этот номер, Он мне особенно дорог. Благодарю главного редактора, Елену Викторовну Ковшенникову, Потому что здесь моя подборка Стихов, посвященных русским По этому классикам. Называется эта подборка Иная история. Ну, иная, потому что она иная, Потому что она случается, Может быть, наяву, А может быть, это явь, Только та, которая снится и мнится мне. Только та явь, которая живет В моей душе, в моем сердце. Я прочту несколько стихотворений Из этой подборки. Начало, оно общее, Это как бы вот введение, Что ли, в эту историю. Когда под вечер остаюсь одна, Когда мой дом в дремоте замирает, Тут начинается история иная, Которая при свете не видна. Из старых книг, Из выцветших страниц, Их блеклые проступят очертания, Их силуэты, лики, изваянья, Перешагнут отмеренность границ. Впускаю вас, кумиры прошлых лет, Вас, книжные попутчики немые, Вы мне вернете времена иные, Пока ресницы не смешит рассвет. Стихотворение, посвященное Борису Пастернаку. Вечернее. Что читали тебе в детской зимней порой, И в какой стране немецкой Бродит твой герой? За окном венецианским Русский снег стеной, И цыганский хор с шампанским В тройке удалой. День и ночь двойная сладость, Мир еще без бед, Еще нежна твоя младость, Лишь двенадцать лет. Бой часов в столовой слышен, Зимний сон глубок, За окном на снежной крыше Дремлет голубок. Нянька спит, клубок запнулся, За громоздкий стул, Свет звезды ночной коснулся Твоих темных скул. Как недобро и сурово смотрят звезды В дом полонят зимы оковы Льдом и серебром, Но растопят божьи очи Эту мглу и льды, И прольется хаос ночи Золотом звезды. Бунин, холодный взгляд, Тугой воротничок, Вас, русского, не вытравить азарта, Вам не заменят площади Монмартра, Орловщины, живительный исток, Старинный грас, На вилле Бельведер Так не хватало русского пейзажа, В зале картошки, Вам чужие даже, Закат за безмолвием портьер, Вам помнится усадьба, Отчий дом громада комнат, Окна с витражами, И утром бликов солнечных дрожаний В пролете лестниц Пахло чабрецом, Скрипела антресоль, И целый век уснул На истанчившемся паркете, В шкафу стояли книги, Спали дети, И дня минувшего Оправданным был бег. Чужое солнце Не заменит жар. Родной земли, Ее ночей июльских, И страсти русской трепетания пульса, Любовь в России Солнечный удар. Судьба строга была, И осудить На вечное изгнание решила, Но где бы ни была Ваша могила, В России сердце Вечно будет жить. Я вижу ваших скул худой и злом И подстаканника серебряного сферу, И до слезы Отчаянную веру В Россию, Обреченную на слом. России вашей больше нет, Пенять бессмысленно На узость лбов И нрав. Ну как вы были Бесконечно правы, Что умерли, Чтоб чести не ронять. Наверное, я буду Подводить итоги С этой встречи, Дорогие друзья. И, конечно, Мне хотелось сказать вот что. Во-первых, Я рада и счастлива, Что возглавляю этот союз, Наш творческий союз Ульяновских писателей. Я рада, что я вместе с ними. Это замечательные творческие люди. Вот нас сейчас 48. Это братство, Это люди разные, Но мы слышим друг друга, Мы читаем друг друга, Мы понимаем друг друга. Я очень рада, Что мы обрели Вот в этом году Новых друзей. Лутугинцы Это вот Луганская область. Они присоединились к нам 4 ноября. Они присылают свои стихи, Они опубликованы В журнале Симбирск. Мы будем с ними Также поддерживать Творческие связи. Это писатели Недавно организованного Регионального отделения Союза писателей В Республике Татарстан. Тоже мы очень благодарны им И рады сотрудничеству. Это наши друзья в Сызране, Которые приглашали На презентацию Их сборника Альманаха Сызранская излучина. Я послала туда От нас Видеопоздравления. И они, возможно, Собираются к нам Приехать в декабре На декаду Отечественной истории В Ульяновской области. Чему мы очень рады. А если соберутся, То и мы соберемся И устроим замечательный Творческий вечер. Вот так Мы живем. И спасибо, Что у нас есть Журнал «Симбирск». Еще раз Еще раз Показываю его, Дорогие друзья. Читайте, Выписывайте. Здесь Все о нас И о вас. И то, что Те люди, Которых мы можем Не встретить сегодня В нашем городе, Они есть В журнале «Симбирск». За это мы им благодарны. Спасибо большое. Всего доброго. Благодарим Творческих удач. Вам, дорогие друзья, Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симбирск» Субтитры подогнал «Симбирск» Субтитры подогнал «Симбирск»